Всего через несколько месяцев после потрясающего успеха Аполлона-11, вы знаете, один маленький шаг для человека, один гигантский скачок для человечества, НАСА отправило еще одну миссию на Луну. Но во время запуска Аполлона-12, который состоялся в ноябре 1969 года, все пошло наперекосяк. Находясь в восторге от триумфа первой высадки на Луну, НАСА решила еще расширить границы возможностей миссии Аполлон-12, запланировав посадку на Океан-Бурь, самое большое темное пятно на Луне. Для первой высадки на Луну выбрали море спокойствия, как относительно плоское и ровное место. На этот раз цель заключалась в том, чтобы посадить космический корабль с еще большей точностью. Тогда командир Пит Конрад и пилот посадочного модуля Эл Бин смогли бы провести больше времени на лунной поверхности. Также были запланированы две экскурсии. Они даже смогли бы передать первые цветные телевизионные изображения с Луны. 14 ноября команда поднялась на борт ракеты «Сатурн-5» во Флориде, а руководитель полета занял свое место в Центре управления полетом в Хьюстоне. Он впервые руководил полетом и пока не представлял, какие драматические события скоро развернутся. Рядом с стартовой площадкой прошли грозы, поэтому земля была немного влажной, а небо пасмурно. В 11.22 огромная белая ракета начала подниматься с площадки и устремлилась в небо. Конрад и его команда кричали от восторга. Но всего через 36 секунд полета что-то пошло не так. Произошла вспышка, и вся энергия на космическом корабле отключилась. Сработали все сигналы тревоги. Это было действительно страшно. Команда «Аполлона-12» была в недоумении. Они понятия не имели, что произошло. Но после расследования выяснили, что в ракету ударила молния. Не один раз, а два. Хорошей новостью было то, что конструкция ракеты позволила ей продолжить полет, несмотря на неожиданную неудачу. Хотя казалось, что у ракеты большие проблемы, бортовой компьютер «Сатурна-5» был в полном порядке и вел ракету по вере. Вскоре они вышли на орбиту и сказали, давайте отправимся на Луну. Через четыре дня Конрад и Бин совершили посадку в нескольких метрах от цели. Зонда «Сервея-3». Конрад был так взволнован исследованием лунной поверхности, что ему не терпелось выйти наружу. Вся команда НАСА, стоявшая за этой миссией, переживала, что после «Аполлона-11» люди могли потерять интерес к программе. Но у них был план – первая цветная телетрансляция с поверхности. Двум компаниям было поручено транслировать лунную миссию в прямом эфире. Тогда это было очень важно, потому что участие двух телеканалов в проекте означало возможность охватить миллионы людей. Однако, несмотря на то, что НАСА делало ставку на телевидение как на способ связи с общественностью, астронавтов толком не учили, как пользоваться камерой. Когда Конрад спустился по лестнице на поверхность Луны, ему пришлось открыть отсек для хранения, чтобы достать видеокамеру. Запись получилась немного размытой, и сначала показывала только его ноги, но все равно это было потрясающе. Через некоторое время Бин оказался на поверхности рядом со своим товарищем по команде, и они оба на мгновение погрузились в новый мир, в котором оказались. Бин хотел убедиться, что все на Земле могут наблюдать за происходящим, поэтому он схватил камеру, собираясь установить ее на подставку. Но, упс, он случайно направил ее на Солнце, и большая часть экрана потемнела, за исключением яркого белого пятна в самом верху. О-оу. Хотя астронавты и команда управления полетами очень старались, они не смогли починить камеру. Казалось, что датчики изображения сломались навсегда. К счастью, у телеканалов был план Б. Они переключились на студию, где два актера, одетые как астронавты, устроили симуляцию прогулки по Луне. При этом звучали настоящие голоса астронавтов, так что зрители слышали все, что они говорили. История Аполлона-12 не закончилась после того, как астронавты благополучно вернулись на Землю. В сентябре 2002 года астронавты заметили странный космический объект. Он вращался вокруг нашей планеты необычным образом. Мало кто знал, что этот загадочный объект связан с миссией Аполлон-12. Изначально ученые решили, что обнаруженный объект является астероидом. Они были удивлены этим открытием, поскольку считали Луну единственным естественным объектом, вращающимся вокруг Земли. Однако этот объект вовсе не был астероидом. Он был создан человеком. Оказывается, это была ракета, на которой астронавты Аполлона-12 отправились на Луну. Она покинула Землю в 1969 году и вернулась 30 лет спустя. Как вы думаете, что с ней произошло за это время? Ракета, получившая название «Сатурн-5», состояла из трех ступеней, каждая из которых выполняла свою конкретную задачу по доставке астронавтов на Луну. Первая ступень работала 2,5 минуты, подняв их на высоту 67 километров над поверхностью Земли. Затем в течение 6 минут работала вторая ступень, поднимая их еще выше и увеличивая скорость. Наконец, быстро отработала третья ступень, чтобы вывести космический корабль на орбиту. Там она включилась снова, чтобы отправить ракету и экипаж к Луне. После этого третью ступень предполагалось благополучно сбросить. По крайней мере, все на это надеялись. Однако во время полета Аполлона-12 все пошло не совсем так, как планировалось. Чтобы сбросить третью ступень Аполлона-12, НАСА пришлось запрограммировать ее на специальную траекторию для встречи с Луной. Но первые расчеты агентства привели бы третью ступень ракеты не к той стороне Луны, поэтому пришлось корректировать цель и скорость. К счастью, у третьей ступени были маленькие движки, которые помогли ей развернуться. Несмотря на то, что специалистам пришлось скорректировать свой план, это не потребовало много энергии, поскольку все было сделано заранее. К тому моменту, когда выпустили третью часть ракеты, команда уже летела с огромной скоростью. Чтобы убедиться, что деталь попала в нужное место, им пришлось немного замедлить движение. На первый взгляд, может показаться, что это просто. Однако все снова пошло не совсем так, как планировалось. На самом деле, при запуске этой ракеты у НАСА произошел небольшой казус с системой слежения. Оказалось, что система была немного неточной, из-за чего ракета слишком сильно замедлилась и отклонилась от курса всего на 40 километров в час. Эта небольшая ошибка в итоге повлияла на первоначальную траекторию ракеты. В какой-то момент она даже достигла точки Лагранжа-1, особой точки в космосе, где гравитационные силы Земли и Солнца уравновешиваются. По плану, третья часть ракеты должна была отправиться по траектории за пределы нашей планеты. Это был бы самый безопасный вариант, гарантирующий, что он не повлияет на будущие миссии на Оно, случайно столкнувшись с другими космическими аппаратами. Но из-за ошибок в расчетах этот невезучий аппарат, хоть и отправился вокруг Солнца, но по странной схеме, по внутренней орбите Земли вокруг звезды. Прошло более 30 лет, прежде чем необычный объект был втянут обратно на орбиту нашей планеты снова в точке Лагранжа-1. Достигнув этой точки, он начал вращаться вокруг Земли по очень необычной траектории. Чтобы идентифицировать ракету, ученые провели спектроскопию. Этот метод позволил им определить, какие материалы находились внутри объекта. Другими словами, они смогли выяснить состав ракеты, изучив, как она отражает свет. Не сразу, но в конце концов, ученые поняли, что перед ними специальная белая краска, которая использовалась для покрытия ракет НАСА. Субтитры создавал DimaTorzok